Вот наша черешенка Вся разбитая и перебитая За цвет которой я так тряслась Вот такая она у нас нарядная невеста Теперь стоит Сразу говорю, ничего не вижу Что снимаю Покажу вам какой у нее больной ствол И вообще она планируется, конечно, не при ней будет сказано К уборке Ее надо будет убирать Видите, была зима И у нее все лупануло Вот до самой сердцевины Как бы лечить это уже бесполезно Тут все обшкрябано, раны Там как-то замазано еще что-то Но смысл в том, что она уже Ну как сказать, она не жилец, что называется На долгий период Вот единственная часть, видишь, уже и древесина Даже лупанула Сердцевина Вот, поэтому К сожалению, это все потеряно будет В любом случае, если не в этом году, то в следующем Вот не знаю, вытянет ли она на таком стволе У нас Все вот это дело, половина сразу отмерзла Когда минус 40 морозы были Минус 42 даже Позапрошлым, что ли, году В прошлом было все еще не так А сейчас совсем развернуло На зиму я все стволы заматываю до самого верха Лентами из укрывного материала Правда, самого тонкого Но вот наматываю доверху Не помню, может быть, даже показывала Посмотрите, листочки малюсенькие А цветы больше листьев Очень красиво, да? Просто чудо Так я люблю весь этот цвет Потрясающий Неужели в этом году у нас будет черешня? Глазам не верю Ну, я, конечно, об этом сказала Уже накаркала Так что ничего не будет Но Посмотрим тогда, из-за чего не будет Потому что цвет есть Температура плюсовая Пока они будут сейчас вот свести Пахнуть В шмеле, я смотрю, вокруг Тоже присутствует Приличное количество Вот, посмотрите, маленькое деревце Черешни мы сейчас Ну, уже в силу своего опыта Формируем кустом С самого низа Потому что то, что засыпает снегом А у нас его приличное количество По-любому перезимует Какое бы погодное условие не было Зиму и минус 40 обычно без снега У нас не бывает Поэтому вот делаем вот такие вот Раскоряки из деревьев Видите, то есть он вот Отдаленно, посмотрите Вот, получается такой куст снизу Ну, то есть чуть ствола А потом разветвление постоянно И вот она малышка Двугодичка была посажена И два года назад Вот, есть четыре года И вот она сладкая наша Из всех тогда посаженных А их четыре Больше всего зацвела И уже приличненький такой Объем цвета дает Вот черешенка второй куст Тоже сформирован, видите, кустом Не деревом Мы уже все Наелись деревьев Хватит И ведь обрезали, как их жестко Хотя по приросту прошлого года Походу она чувствуется себя сжирует Немножко Но там не было особо никакого говна Не знаю, что она так сжировала Прирост сильный Но перезимовали, значит, все нормально Вот И на веточках У основания Видите, вот есть цветочки И они как раз будут нам сигналочкой Так называемой Посмотрим сортность, проверим Все ли Правильно Или все ли как мы хотели Третье деревце Вот это Видите, оно меньше прирост долов В прошлом году Но при этом Тоже несколько цветочков У него есть Посмотрим и на него При посадке черешины Вообще любых кустов Любых деревьев Всего чего угодно Мы делаем схемы своего участка И сортность подписываем на них Как-то раз Саша сделал таблички На все винограды Половина из которых После 40 градусов Не проснулись по весне И мы теперь считаем Что это плохая примета Когда ты табличку С сортностью Вешаешь на дерево Кстати, вот вам примета Видите, табличка с сортом Висит на этой Черешне Сейчас я вам даже скажу Что это за сорт Фатиш Япона, мать Фатиш Очень хороший сорт Груша Груша? Ну пошли грушу посмотрим с тобой Раз уж ты так настаиваешь Это груша моей формировки Мой муж считает Что я ее изуродовала Развернув ветки Не дав ей расти Как кипарыс И вот эту тоже я разворачивала Видите, какая красота Вот В этом году На ней есть табличка Снимай срочно Все, что с таблички загибается Но вся сейчас в цвету Только вот Кстати, смотри Валочки прошлого года Видишь, торчат Ну это снова же До новой ветки прошлого года А вот верхняя Почему-то посмотри Прошлогодний прирост в цвету Вот как так Вообще-то второй год Приросту должно быть Чтобы он в цвету был Вот Короче, она вся в бутончиках И мы такой красоты Наверное, ее еще не видели Да, никогда? А вот это вообще У нас сомнений закраться Это вообще Груша ли? Но куплены все в питомнике И все таблички тоже на них Как она называется? Видная Видная? Не видная Не видна на ней груш Сорт груши не видная Кстати, очень хороший сорт И вот с какого перепуга Он вдруг стал из видного В невидный Это вопрос Тоже, видите, ствол Упанул в одном месте Вот тогда В том же году Все, что торчало Выше сугроба Все побило Да, 42 И вот на этом видном Цветов не видно И, кстати, мы ни одной груши С него еще не сорвали И ни разу цвета не видели Никакого Сколько им лет, Саша? А вот здесь А вот это вот опять Видите, тоже вся расцвела 13 Ну, кстати, черешня-то Позже значительно Если ты помнишь А тот мелкий, да А та большая Наверное, тоже 13 Может быть 09-13 Листьев нет Мне так нравится А все в цветах Но на самом деле Деревья в прошлом году Практически не плодоносили Отдыхали И они просто Ну, обязаны Выдать нам Хорошее урожай Вот после разбитого года Да, полностью И вот это вот тоже Видите Ствол весь, что ниже Сугроба нормально А как вот пересечение Вот эта ветка торчала Вот ее рубануло сильно Они были, еще раз говорю Все завязаны Но все равно Вот так вот случилось Еще одна груша Это груша Прививка к Рябине К рябине обычной Вот вторая моя попытка Прививка Ко второй ветке Рябины Которая вылезла Пока ничего Вообще Она там не теплится Ни жизни Ни смерти Ничего там нету Короче Тоже грушевая ветка Привита По цвету коры Она еще живая Прививка Будем ждать Вот А так Это должна быть Лада Груша Привитая к рябине Чем хорош подвой Рябины Тем, что она не будет Высокая эта груша Она небольшая будет Нескорослая И вот тоже Веточка вся Кстати вот в прошлом году На ней маленькие грушки были Помнишь Штучки 4-5 Да мы ели Вот Вернее осы ели в основном Осы доели Но мы тоже Попробовали одну по-моему Они нам немножко оставили Никак у нас здесь не получается Ничего с ежевикой с этой Смотри виноград Ужасная А да виноград Смотри как это Быстро В рост пустился А в рост пустился он здесь Не только потому От забора Да Потому что от ветра И первая половина дня в свете Ну он тут в солнечном В свету А ну больше Кстати все равно Плюс суммарный Да этих теплотемператур Дает забор Слушай Эта тема Долгая отдельная Ладно Короче забор Забор нагревается Сильно повышается И этот забор нагревается И утром И вечером Вот ой блин Слушай Подругай его Если я чувствую теплое Значит он больше 40 Правильно Можно считать Что мы здесь В Краснодарском крае Да у забора У забора здесь Мы считаем Обогреватель постоянно Работает на трешке Смотрите Маленькие малюсенькие Кисточки Видите Ну я буду убирать Чтобы вы понимали Ему второй год Будет расти Ты все будешь убирать? Нет Я оставлю Может быть Одну-две Ну как рост будет Так вот Сорт Лора Я его сюда посадил На место Релайн Пинг Седлица Потому что Сортность под вопросом Покупал я его Не у проверенных людей И мне не понравилось В прошлом году Он сильно болел Вот Лоза плохо вызревала В общем я его С этого места Как я считаю Наиболее благоприятного Для ценного сорта Я посадил Лору И на место Инсейн Седлица Я посадил Чарли Вот Почему это благоприятное место Здесь теплица С северной стороны Защищает от Холодного Северного ветра И добавляет нам Значительно Добавляет сад За счет Ее нагрева Да Теплоты Вот Поэтому Надеюсь Что у меня здесь На этом месте Лора будет Плодоносить Смотрите Значит что я хотел сказать Посадил Я его не посмотрев прогноз Торопился Так как у меня побеги Были уже высокие Я боялся обломить Во время пересадки И в общем Пересадил И бабахнули Через день Да через пару дней Наверное Минус 6 У нас заморозок Здесь Было все укрыто Ведром Толстым Толстостенным Пластиковым Черным ведром Но как мы видим Все равно все погибло Боялся обломить Заморозил Заморозил Да Вот Но виноград Такая живучая штука Как выясняется Посмотрите Он Пустил Проснули спящие почки И он пустил Новые побеги Малышечек Да То же самое А он успеет Эти побеги Вырастить большими Сейчас еще начало Ведь лета Начало вегетации Я думаю что Главное чтобы они До зимы вызрали Если будет хорошее лето То получится И главное Чтобы сметанка Их не обломила Да Еще и сметана Падла Так Смотри Это чарли Или антрацит Вот тоже Здесь побеги Были еще больше Они все замерзли Кстати побеги Замерзли А прикопанный череп Черенок Под ведром Остался жив А ты его закопал Что ли совсем с головой Вот то же самое было Все одинаково Тут корыто стояло Пластиковое А видимо Черенок почему-то Спрятан был Видимо ближе к земле Да В глубину Это самое Он Я его укореняю Таким способом Пробую Вот Значит Он остался жив Ты его просто воткнул Это обрезанный кусок От этого винограда Я его просто воткнул И жду Может быть корни появятся Подожди секунду Ты его просто воткнул Вообще ничего не делая На нем не было корней И колеса Ну я его проброздавал И воткнул Ничего не было Без колеса Нет конечно Я тебе думаю Что даже он укоренится Я надеюсь Не будем загадывать Но были такие уже Но он может и не укоренится Да еще пока Неизвестно Не знаю Я не буду его трогать Вообще пока Там не знаю до какого момента Ну может быть месяца Может быть два Вот Понятно Значит И здесь вот смотрите Раз проснулась почка Два проснулась почка И здесь была третья почка Но и когда землю отгребал Я ее сломал Какой молодец Отгреби от той теперь Ну вот еще одна Вот за это открывается И вот еще почка Открывается Видишь Короче кто говорил правильно Что виноград еще надо умудриться убить Да И вот Такой совет Я допускал эту ошибку раньше Значит Если у вас виноград Вы считаете погиб За зиму Да Не перезимовал То есть вы не видите Лоза не плачет Там Не вызревшая лоза Была Под зиму ушла Да Вы не видите признак его жизни Не торопитесь Его выкапывать Укорчевывать Где-то до Середины лета До середины июня Наверное да Может быть даже и до июля Большая вероятность Огромная вероятность Что он Где-то Почка есть в земле Живая И оттуда вылезет росток у вас Вы потеряете год Конечно Вот тот который Уже он у вас рос И лоза у вас Не готовая Вышла на зимовку Но Хотя бы у вас Уже будет большая Корневая система И этому Ростку Вырасти Сформироваться И вызреть Будет гораздо проще Тогда вы не потеряете Два года Когда вы заново Засаживали его Ну тогда да Два года Вместо двух Потеряете один год Дырочек Не видно там Ваших дырочек Так Ну вот смотрите-ка Да Не сломал при пересадке Заморозил Да Но и не дозаморозил Слава богу Природа берет Она все-таки свое Какие были побеги Там даже была Кисть сигнальная Я думал А ты что их не обрываешь Ты думаешь Что они оживут Эти побеги Нет Ну пусть сейчас Подожди Я как-то Ну ты уже откопал землю Боюсь Вот в таких Ямкостях У меня были Два винограда Вот этих Пересаженных Лора и Чарли И Я их Не сломал Но заморозил И смотрим Что мы здесь видим Здесь у нас Левакумский устойчивый И Какой-то 342 кишмиш Вот Он наверное Приговорит Сам себя Потому что Если не будет Кисточки Ни одного У него В этом году Даже Выкину И не буду Это Переживать Потому что Ему уже Три года В ведре В ведре А он не может Не в ведре расти Может за пару Кулом Я его пересаживал С открытого грунта И у меня сомнения По его возреванию Возникли На форме Вычисло Что у нас не возревает В открытом грунте Даже пытаться не стоит Я его решил Попробовать в теплице Растить Два Второй год Он у меня в теплице растет И Соцветия нет То есть Лоза возревала Все было нормально Если соцветия не будет До свидания Вот Смотрим А этот Это левакунский устойчивый Первый год на меня плодоносит Вот листочки остались От подмерзшего Да Он подмерз Он прихватился У стены немножко Вот видите Это вот Веточка у него Загнулась Вот смотрите Кисточку Погоди Я покажу кисточку Где ты Господи Вот Какая малышка Ты тоже еще будешь отщипывать Зеленой операции Да Ну я буду Наверное нормировку делать Наверное Это много для него Посмотрим Ладно Я хочу Ну что с этим Милый Самый больше всего Пострадал Ну этот под вопросом Что-то вроде бы Я так Какие-то Замещающие почки Вижу Но пока Не пушатся Они сильно Посмотрим Но в любом случае Вот это уже Урожая Точно не будет Нет Ну может быть Будет какой-то Там Он весь замерз Очень вкусный был В прошлом году Те которые замерзли Ну Мало вероятно Что однолетний саженец Да Не имея корней Он и так слабый После заморозков Что-то Еще сможет Но вот эта пушистая Она не была раскрыта То есть она перезимует И ниже в нее Этот черенок Укоренился позже Здесь не было Ростка Да Во время заморозков Поэтому вот тебе Его спасло то Что он не торопился Укореняться Понимаешь Да Ладно Жалко Вот это вот все Я потерял А вот этот маленький Тоже ведь нормально будет Этот да Должен Не знаю Таежный очень плохо Укореняется Я не знаю Здесь корни-то Еще даже не видны Есть там корни Нет Там один корешок Даже не корешок По-моему Акалус просто был Я не вижу корней Ну ладно Какие тебе показать Подожди Пример Вот допустим Видишь Нет Не вижу Допустим Что это Кадренка А ну вот Не почернели корни Все можно выкинуть Это замерз точно Оставь пожалуйста Пока Мало ли Ты сам говоришь Ага Вот корешки Видны Вот видишь Беленький Вот торчат два Вот этот тут Живой Но у него и почка Видна Ранний тресха Вот корни Должны быть видны Вот корень Ты знаешь Мне кажется Вы пересаживаете Вот корень ТСХ Не буду Это я так просто Че так просто Тебе не нужен Нет хотите Вот кто приезжает Обдал Хотите Забирайте виноград Ну я не советую Потому что Сам еще не определился Буду я его оставлять На участке или нет Он у меня еще Не плодоносил Ни разу Хотя ему много лет Лоза вызревает хорошо Все нормально Но болеет Мельдию сильно А может именно у тебя Может быть именно у меня Да Насчет болезни винограда Смотрите значит С какого вывода Я пришел За эти недолгие годы Что выращиваю К сожалению По всей видимости Без обработок Вырастить виноград Невозможно у нас Вот Минимум Но все равно Придется делать От мельдию И аидиума И лучше профилактически Потому что Это позволяет Оттянуть Увеличить В два раза Время ожидания Которое на препаратах Указывается Там до 40 дней Допустим То есть я Сделаю Наверное Пару профилактических Обработок В этом сезоне На ранних стадиях Чтобы Избежать болезни Потому что Если есть болезнь Вот Лоза не возревает И вы На одном месте Топчетесь У вас Каждый год Заново получается Понимаете как Так что Есть Такой винограды Кстати говоря Он Рассказывает Тонкости Такие Важные мелочи О которых Многие не говорят В своих роликах Зовут его Владимир Попченко Он живет В Гомельской области Беларусь Это южнее нас Но считается Все равно Районом Северного виноградарства Поэтому К его советам Рекомендую Прислушиваться Вот И по Схемам обработки У него Очень Правильные мысли Он Сильно Меньше дозы Обработок делает И Добивается Все равно Вот Борьбы с заболеваниями У него все получается Обратите внимание На его советы Тот же Александр Мчелидзе Тоже очень А Мчелидзе тоже белорус? Тоже белорус Да Вот Так что Вот Я прислушиваюсь К их рекомендациям И много От них вот беру А вообще По винограду Есть Замечательный форум Виноград.7 Или Виноград7 Точка ру Ну Виноград7 Короче говоря Так вот можно забить Наталья Пузенко Там Есть По зонам Виноградарства Да Разделение Москва Подмосковье Ну Разные регионы Можно прям Целенаправленно Черпать информацию Именно по Своему региону По Своим условиям Выращивания винограды Рекомендую И там люди Вашего региона Могут встретиться На этом форуме Которые уже добились Многих результатов Да У нас тоже Такое есть Человек Посадочный материал Я советую Брать только Вот У Скажем У таких людей Потому что То что вы купите В магазинах В сетевых Не сетевых А в разных Ну Вероятность Соблюдения Сортности Есть Но маленькая И качество Посадочного материала Совсем будет Другой И очень сильно Зависит от того Какой сорт Вы сажаете Конечно же Очень Сортность В винограде Зависит очень Чуть ли не первая Да И вот на этом форуме Люди уже Набили за Несколько лет Шишки Свои шишки Да И вы можете просто Посмотреть На определенные темы Обратить внимание Где в принципе Вам уже все скажут Какие сорта Для вашего Для вашего участка Подойдут Для вашего места Расположения Подойдут И с большой вероятностью Будут расти И плодоносить Так что Вопрос был Саш Скажи Есть виноград Можно вырастить У нас в регионе Сладкий Невинные сорта А именно Хороший Вкусный Столовый Сладкий виноград Можно конечно В теплице Вообще без проблем А без теплицы В открытом грунте В открытом грунте Здесь сложный вопрос Есть такое понятие Как открытый грунт Чисто открытый грунт Как у меня На улице А есть условно Открытые То есть это Весенние разгоняющие укрытия В виде спонбонда Или пленок Или каких-то конструкций Из поликарбоната И осенние Опять-таки Такие же укрытия Для того чтобы Лоза вызрела Лучше Ну то есть Это не теплица А парнички Да Такие делают Да Вот я не хочу Вот это вот Танцами с бубнами Заниматься Если я на улице Выращиваю Я хочу чтобы он Рос без моего участия Ну не знаю Насколько это возможно Но в том году Было теплое Благоприятное Лето Мне это удалось Все и само Вызрело нормально И сигнальный урожай Я получил Так что У меня маленький опыт Пока я не могу Сто процентов Утверждать Возможно Невозможно Я думаю Что невозможного Ничего нет Опять-таки Зависит все От условий Вот Про те кусты Которые я сказал Да Вот эти вот Лора и Чарли Только то Что они растут У теплицы Уже добавляет Не могу сказать Сколько Но очень Приличное Количество Сум активных температур И вот только Конкретно В этом месте Этот сорт Может расти Плодоносить А вот Через 10 метров Нет Так что Виноград Это культура Место Нужно пробовать Пробуйте И у вас все получится Так вот Сейчас время посадок Винограда Я что хотел сказать На своем опыте Уже понял Что не нужно В наших условиях Северного виноградарства Не нужно заряжать Делать жирные Посадочные ямы Не кладите Много Азотистых Удобрений Вниз Я бы вообще Я сейчас вообще Не кладу Азотистых удобрений В почву Вот Объясню почему Азот провоцирует Сильный рост лозы Лоза растет Интенсивно И не успевает Возревать Она жирует Жирует лоза Не успевает Возревать К зиме Уходит Неподготовленной На Зимовку И с весны Вы получаете Вот этот вариант Этому кусту Уже три года Второй год Он меня от корня идет Здесь Очень много Заложено Навоза Перегноя В эту лунку Лунка Копалась Огромная Закладывая От корня От корня Оттуда Азот Возревать Азот Столько Возревать И урожай Азот Чтобы глаза Возревал А вот это кто Это тоже кристалл Хороший Этот кристалл Лучше Мне кажется Смотри У него Прямо Вот здесь Тоже почки Все проснулись Уже Да он Это неплохой Просто я говорю Что вот А это два кристалла Да Вот главное удобрение Для моего винограда Который я использую Это зола Благо у нас печное отопление Какой огромный плюс Что у нас нет газа Просто потрясающе Вот Значит зола Это в основном Калийное удобрение Там куча микроэлементов Полезных для винограда Но есть фосфора немного Вот Так что Это я Значит Делаю Корневые подкорки И работаю по листу То есть Завариваю Как это называется Настаиваю золу Вот В определенной пропорции Значит Добавляю Эту вот Как это называется Вытяжку из золы В воду В опрыскиватель И работаю по листу Это Отчасти профилактика Заболеваний Грибковых И По листу Подкормка идет Самого винограда И также под корень А вторая бочка У тебя тоже золой Да Это тоже золой Но здесь Зола из гаражной печки Сюда могли попадать Эти всякие там Ламинированные Картоны Бумажки Бумажки Вот будто человек В принципе Ничего кроме Своего винограда Не ест А вот мне на помидоры Нужно Например Точно такую же вытяжку Я делаю А почему тогда Только для винограда Ты говоришь Извините пожалуйста Мне нужно сейчас капусту Осыпать Иначе там Мошка вообще Ошалела от кайфа Пожалуйста Можете За недорого брать За недорого Тогда борщ 5 рублей Мисика Понятно вам Ну ладно Все Вот зола Короче У нас Это наше все Вот так Да